Книга Иова Пролог Главы первая и вторая Жил некогда человек в земле Уц. Звали его Иов. Был он непорочен и честен. Пред Богом он благоговел и избегал зла. Было у него семеро сыновей и три дочери. И добра у него было много. Семь тысяч кос и овец, Три тысячи верблюдов, Пятьсот пар воловьих упряжек, Пятьсот ослиц и очень много слуг. И был этот человек самым великим Среди всех сынов Востока. Собирались сыновья его и поочередно устраивали пиры в доме одного из них. И посылали за тремя своими сестрами есть и пить вместе с ними. А когда череда дней пиршеств завершалась, Иов посылал за детьми, совершал обряд очищения и, поднявшись на заре, Приносил жертвы всесожжения за каждого из них, Рассуждая при этом так, Вдруг согрешили мои дети, Злословили Бога в сердце своем. Так поступал Иов всякий раз после их перов. Однажды собрались сыны Божьи, чтобы предстать пред Господом. Вместе с ними пришел и противник, сатана. Спросил Господь противника «Откуда ты пришел?» Тот ответил Господу «Ходил я по земле и всю ее обошел». И сказал Господь противнику «А ты приметил слугу моего Иова?» Нет больше на земле такого человека. Непорочен он и честен, предо мною благоговеет и избегает зла. И ответил противник Господу «Разве даром Иов Иов благоговеет пред тобой?» Не ты ли оградил его со всех сторон? И дом его, и все, чем он владеет? Всякое дело, за какое он не возьмется, ты благословил. И стада его заполонили землю. Но лишь протяни свою руку, Коснись всего, что у него есть, И тогда он открыто проклянет тебя. И сказал Господь противнику «Вот все, что у него есть, в твоей власти. Лишь его самого не касайся». Тогда пошел противник прочь с глаз Господних. И вот однажды, когда сыновья и дочери Иовы Ели и пили вино в доме старшего из братьев, Приходит к Иову вестник с такими словами Волы твои были на пашне, А ослицы паслись неподалеку, Как вдруг напали собияни, Угнали скот, А слуг твоих изрубили мечами. Только я один уцелел, Чтобы поведать тебе об этом. Не успел он закончить свою речь, Как приходит другой вестник И говорит «Огонь Божий пал с небес И сжег дотла овец, Коз и слуг. Только я один уцелел, Чтобы поведать тебе об этом». Не успел он закончить свою речь, Как приходит еще один вестник И говорит «Напали халдей И тремя отрядами, Захватили верблюдов И угнали их, А слуг изрубили мечами. Только я один уцелел, Чтобы поведать тебе об этом». Не успел он Закончить свою речь, Как приходит другой вестник И говорит «Сыновья твои И дочери Ели и пили вино В доме старшего из братьев. И вдруг налетел из пустыни Сильный ветер, Повредил основание дома. Рухнул он на всех, И они погибли. Только я один уцелел, Чтобы поведать тебе об этом». И встал Иов, Разодрал одежды свои, Обрил голову, Пал ниц на землю И сказал «Нагим, Я вышел из утробы матери, Нагим и возвращусь туда. Господь дал, Господь взял, Да будет имя Господне Благословенно». При всем при этом Не согрешил Иов И не возложил вину На Бога. Однажды вновь собрались Сыны Божьи, Чтобы предстать пред Господом. Вместе с ними пришел и противник, Чтобы также пред Господом предстать. Спросил Господь противника «Откуда ты пришел?» Тот ответил Господу «Ходил я по земле И всю ее обошел». И сказал Господь противнику «Ты приметил Слугу моего, Иова. Нет больше на земле Такого человека. Непорочен он И честен, Предо мною благоговеет И избегает зла. Он по-прежнему тверд В своей непорочности, Хотя ты убеждал меня Разорить его. Беспричинно». И возразил противник Господу «Каждый шкуру свою спасает. Все, что не есть у него, Отдаст человек за свою жизнь. Но лишь протяни свою руку, Коснись костей его И плоти его, И тогда он Открыто проклянет тебя. И сказал Господь противнику «Вот он весь В твоей власти, Только жизнь ему сохрани». Пошел противник прочь С глаз Господних. И поразил он Иова Лютыми язвами с ног до головы. Взял Иов глиняный черепок, И сел среди пепла. И сказала ему жена «Ты все еще тверд в непорочности своей, Уж лучше прокляни Бога и умри». Но Иов ответил ей «Ты говоришь, Как одна из безумных, Добро мы приемлем от Бога, А зла принимать не будем». И при всем при этом Не согрешил Иов в слове. Услышали трое друзей Иова Обо всех этих несчастьях, Что на него обрушились. И пришли они, Каждый из своей земли. Элифас из Тимана, Белдад из Шоаха, И Цафар из Наамы. Собрались вместе И решили пойти к Иову, Чтобы утешать и жалеть его. И когда они увидели его издали, То не узнали. Закричали они, Зарыдали в голос, Разодрали свои одежды И стали подбрасывать к небу Прах у себя над головой. И сидели они с Иовом на земле Семь дней и семь ночей. И никто из них не сказал ему ни слова, Ибо видели, Сколь велико его страдания. Псалтырь Псалом тридцать шестой Псалом Давида Не огорчайся, Глядя на благополучие злодеев, И преступникам не завидуй. Как трава они скоро засохнут, Как зелень на поле увянут. Положись на Господа И делай добро, Живи на земле И храни верность Богу. Господь пусть будет радостью Твоей, И даст Он Тебе, Что сердце Твое пожелает. Придай Господу путь Твой, Доверься Ему, И Он действовать будет. Праведность Твою Он сделает явной, Как день ясный, Справедливость очевидной, Как солнце в полдень. Спокоен будь в Господе, Возложив на Него надежды свои. Пусть не беспокоит Тебя то, Что строящий козни ближним Удачлив в делах своих. Перестань гневаться, Ярость свою оставь, Не раздражайся, Это лишь к злу ведет. Ибо делающие зло истребятся, А уповающие на Господа Наследуют землю. Еще немного, И не станет нечестивца. Посмотришь туда, где он был, Там его нет. А землю наследуют кроткие, И во всей полноте Благополучием насладятся. Нечестивец злое Против праведника замышляет, Скрижещет на Него зубами. Но Господь смеется над нечестивцем. Видит он, что приходит для того День расплаты. Злодеи обнажили мечи свои, Натянули луки свои, Чтобы сразить угнетенного и бедного, И убить непорочно живущего. Мечи их в их же сердца и вонзятся, Луки их сломаются. То малое, что есть у праведника, Лучше, чем изобилие многих нечестивцев. Ибо сломлена будет сила нечестивых, А праведных Господь поддержит. Господь каждый день Заботится о непорочных, Наследие их вечно. Не останутся они в стыде в трудное время, В дни голода насыщены будут. А нечестивые погибнут, И с врагами Господа случится то же, Что с великолепием пастбищ в зной исчезающем, Как дым исчезнут они. Нечестивый берет взаймы, Но долг не возвращает, Праведник же щедро дает. Ибо Богом благословенные Землю наследуют, А проклятые им Истребятся. Господь радуется пути человека праведного И укрепляет его шаги, Хотя и упасть тот может, Не разобьется. За руку поддержит его Господь. Был я молод и состарился, Но не видел праведника Богом покинутого И потомков его, Просящих хлеба. Всегда он щедр, Взаймы дает, Потомки его, Благословения для окружающих. Уклоняйся от зла И делай добро, Всегда будешь жить в мире, Ибо любит Господь справедливость И верных слуг своих не покинет, Они защищены навеки, А потомки нечестивых Истребятся. Праведники наследуют землю И вечно будут жить на ней, Уста праведника мудрость изрекают, Язык его верное говорит. Закон его Бога в сердце его, И шаги его тверды. Нечестивый подстерегает праведника И жаждет убить его, Но Господь не отдаст праведника В руки нечестивого И не даст обвинить его на суде. Надейся на Господа, Держись пути его, Он возвысит тебя, Дабы ты наследовал землю, А нечестивые На глазах у тебя Уничтожены будут. Видел я нечестивца Над ближними насилие чинившего, Возвышающегося, Как раскидистое дерево На почве родной. А вот когда опять я мимо проходил, Его уже не стало. Как ни искал, Найти его не смог. Но посмотри на непорочного, Вглядись в человека честного, Есть будущее у человека мирного. Отпавшие же от Бога Все до одного уничтожены будут, Лишены будущего нечестивцы. Спаситель праведных, Господь, Он их прибежище в день бедствия. Поможет им Господь И избавит их, Избавит их от нечестивых. И спасет их, Они нашли в нем прибежище. Евангелие по Иоанну Глава первая В начале всего Было слово. И слово было с Богом. И само оно было Бог. Слово от начала уже было с Богом. Через него все обрело свое бытие, И без него Ничто из существующего Не появилось. В слове была жизнь, И жизнь — это Свет людям. Этот свет И во тьме светит. Не одолела она его. Пришло время, И явился человек именем Иоанн. Он был послан Богом И пришел как свидетель О свете свидетельствовать, Чтобы каждый, кто услышал его, Мог уверовать в свет. Сам он не был светом, Но ему суждено было Свидетельствовать о свете. А сам свет, Истинный свет, Озаряющий каждого человека, Уже входил тогда В наш мир. Он был в мире, Но мир, Обязанный ему своим возникновением, Не узнал его. К своим он пришел, Но свои не захотели принять его. Тех же, кто его принял, Кто уверовал в него, Наделил он правом быть Детьми Божьими. Детьми, Необычным образом рожденными, Не от влечения плоти, Не от воли человеческой, Но от Бога они рождены. Слово стало человеком, И он жил среди нас, Исполненный истиной и благодати. Мы видели славу его, Ту славу, Которая от отца у него, Как у единственного, Несравненного сына. Это о нем Свидетельствовал Иоанн, О нем говорил принародно. Вот тот, О котором сказал я, Идущий за мной Стоит выше меня, Ибо и до моего рождения Был он уже. От полноты благодати его Обретали мы все благословения За благословением. Через Моисея Закон был нам дан, А через Иисуса Христа Явились благодать С истиной. Никто никогда Бога не видел, Но единственный, Несравненный сын, Бог, Который у самого сердца Отца Открыл его нам. Вот как свидетельствовал Иоанн, Когда иудейские власти, Что были в Иерусалиме, Послали к нему священников И левитов Спросить у него, Кто он такой. Иоанн, Не уходя от ответа, Прямо объявил им, Открыто заявил, Я не Мессия. Что же, Спросили они его, Может быть, Ты или я? Нет, Сказал он. Тогда Не тот ли ты пророк, Которого ждем? Был вопрос. И на это Ответил он, Нет. Кто же ты, Наконец, Спросили они, Какой ответ Должны мы дать Пославшим нас? Что сам о себе Ты скажешь? Он ответил им Словами Пророка Исаии. Я, Голос громко Взывающего В пустыне, Приготовьте Господу Путь. Иные Из фарисеев, Что были Среди посланных К Иоанну, Спросили его, Почему же Ты крестишь, Если не Мессия ты, Не Илья И не пророк? Я Водою Крещу, Ответил им Иоанн. Но здесь Уже Рядом С вами Где-то Тот, Кого Вы не Знаете, Он За мною Идет, Я даже Не достоин Сандалии Развязать У него. Это Было Вифани За Иорданом, Где Обычно Крестил Иоанн. На следующий День Видит Иоанн, Идущего К нему Иисуса И говорит, Вот Агнец Божий, Греху Мира Сего Кладет Он Конец. Это Тот, О ком Сказал я, Идет За мной Человек, Который Стоит Выше Меня, Ибо И до Моего Рождения Был Он Уже. Сам Я не Знал Его, Но Пришел Крестить Вас Водой, Чтобы Ведом Он Стал Израилю. Я Видел, Свидетельствовал Иоанн, Как Дух Подобно Голубю Спустился С неба И Остался На нем. Не Знал Я Его Еще, Но Пославший Меня Крестить Водою Сказал Мне, На Кого Ты Увидишь, Снизойдет И на Ком Прибудет Дух, Тот И Будет Крестить Духом Святым. Я Видел Это И Свидетельствую. Он Сын Божий. На Другой День Снова Стоял Там Иоанн И С ним Двое Из Учеников Его. Мимо Них Проходил Иисус. Увидев Его, Иоанн Сказал Вот Агнец Божий. Услышав Это, Эти Два Ученика Пошли За Иисусом. Он Же Оглянулся И Когда Увидел, Что Те Идут За Ним, Спросил У Них, Чего Вы Хотите? Рави. Это Значит Учитель. Где Живешь Ты? Сказали Они. Идите За Мной И Увидите. Ответил Он. Они Пошли, Было Около Четырех Пополудни, И Увидели, Где Он Живет. Весь Остаток Того Дня Провели Они С Иисусом Один Из Тех Двоих Что Услышали Сказанное Иоанном И Последовали За Иисусом Был Андрей Брат Симона Петра Он Сразу Разыскал Брата Своего Симона И Объявил Ему Представляешь Мы Встретили Мессию В Переводе С Еврейского Мессия Значит Помазанник Андрей Привел Брата К Иисусу Тот Посмотрел На него И Сказал Ты Симон Сын Иоанна Отныне Имя Твое Будет Кифа Что Значит Камень На Следующий День Иисус Решил Отправиться В Галилею Встретив Филиппа Позвал Он Его Пойдем Со Мной Филипп Тот Был Из Вевсаиды Из Одного Города С Андреем И Петром Филипп Разыскал Нафанаила И Сказал Ему Мы Нашли Того О ком Моисей Написал В законе И Предсказали Пророки И Иисуса Сына Иосифа Из Назарета Из Назарета Иисус Ответил Ты Веришь Потому Что Я Сказал Тебе Видел Тебя Под Смоковницей То ли Еще Узнаешь И Добавил Воистину Увидите Вы Небо Открытым И Ангелов Божьих Сходящих К Сыну Человеческому И Возносящихся От Него Добавил